МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главный герой фильма «Почтальон всегда звонит дважды» испытал на себе известное правило – что посеешь, то и пожнешь. Но это кино. А как в реальной жизни? Действительно ли всегда действует правило «Почтальон звонит дважды»? Виталий Семенович, мы сегодня будем говорить с вами о таком понятии, как карма. Вы в своей жизни ощущаете ее проявление? Ну, что понимать под кармой? А вот давайте попробуем сначала дать определение к классическому пониманию, что есть карма. Ну, насколько я понимаю, карма – это отпечатки прошлой жизни, которую имеет человек, находясь в этой жизни, по определению самой кармы. Хотя я лично в это не верю. Ну, вот еще несколько определений, которые я нашел. Значит, одно из них – кармой можно назвать любое обусловленное бытие, то есть у чего есть причина для его существования, кармично. То есть кармой описывается существование в природе причинно-следственной связи. Такая связь существует? Естественно. Но вы сказали, не согласны с чем? Я не согласен с прошлой жизнью. Ну, безусловно, в карме есть такое понятие, что есть понятие реинкарнации. То есть с этим не согласны. Библия что об этом говорит? О реинкарнации? В Библии вообще ничего не говорит о реинкарнации, потому что ее просто не существует. Сколько жизней у человека? Одна. Хорошо, то есть вот мы это обсудили, давайте мы реинкарнацию уберем в сторону и поговорим о том, существует ли причинно-следственная связь. То есть вот с этой позиции, да, существует ли карма в Библии? Если говорить о причинно-следственной связи, конечно же, да, она существует. Это закон. Закон причинно-следственной связи, от которого человек никуда не уйдет. Ну, идея вот этого закона – посеешь мысль, пожнешь слово. Посеешь слово, пожнешь поступок. Посеешь поступок, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Вот в этом плане, да, есть смысл. Еще говорят о том, что карма – это такой вот набор негативных программ, психокомплексов подсознания человека. Не случайно психотерапевты, когда оказывают помощь своему пациенту, они касаются его прошлого. То есть прошлое человека, порой неосознанное прошлое с детства, оно давит на него, и он по такой психологической колее идет и терпит какие-то неудачи в жизни. Это тоже может иметь место, но это закон причинно-следственной связи. А все-таки что больше играет на судьбу человека, его наследственные факторы или вот именно его прошлая жизнь? Ну, насколько мне известно, наследственные факторы, там очень маленький процент, который влияет на жизнь человека. В основном образ жизни, выбор образа жизни самим человеком. Каков он этот образ жизни, как он эту жизнь проводит. Живет ли он в согласии с принципами Бога? Знает ли он что-нибудь о них вообще, об этих принципах? Как его жизнь проходит? Какой колее? По каким канонам? По какому статусу? По каким ориентирам? Хорошо, давайте тогда вернемся к Библии снова. Вот мое мнение, что вот есть отрывок библейский, где мы четко видим, как появляется карма в жизни человека. Жене сказал, умножай, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, которым я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчисы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Вот момент возникновения кармы. Прошло уже там несколько тысячелетий, женщины как рожали в скорби детей, да, тяжело, так они рожают. Мужчины, как практически большая часть мужчин, как зарабатывает свой хлеб в поте лица, так и продолжает это делать, и каждый человек возвращается в прах. Я бы не назвал это кармой, я бы назвал это всего лишь навсего констатацией факта того, что будет вследствие разрыва отношений человека с Богом. Разорвал человек отношения с Богом, он лишился статуса вечной жизни, это раз, потому что он отрезан от источника жизни теперь. И отрезанный или будучи отрезанным от источника жизни, естественно, теперь он вынужден влачить вот такое существование. Это Божий приговор. И не в силу произвола Бога, а в силу, еще раз повторюсь, разрыва самого человека с Богом. Да, но разрыв произошел у Адама с Евой, а его потомки, получается, несут в себе вот это вот наказание. Разрыв произошел у Адама с Евой с Богом. Да. Да. И естественно, теперь они не могли дать святое потомство. Они дали потомство, подверженное греху. Ну да, пророк один говорит, может ли, что чистое родится от нечистого, а не один. Так вот это и есть как раз карма, то есть наследственность, которая передается из поколения в поколение. То есть я прихожу в этот мир, и надо мной давлеет жизнь моих предков. Мы договорились, что реинкарнация – это не библейское учение, но во мне заключена жизнь моих предков, которые тоже рождались людьми несовершенными. Получается, я уже от рождения несу себе вот эту проблему в себе, так? Ну это естественно. Но это есть тогда библейская карма? Я не называю это кармой, я называю это законом причинно-следственной связи. Если вы называете закон причинно-следственной связи кармой, ваше право. Библейская карма, так называю. Ваше право, но я так не считаю. А как тогда понимать слова Бога, когда Он говорит, что я накажу до третьего-четвертого рода за грехи родителей? Ну это заповедь. Да, это заповедь. Божественная диколога. Но в этой же заповеди говорится еще об одном. «На творящий милость до тысячи родов, любящий меня и соблюдающим заповеди мои». Я вижу здесь контраст Божьей милости и Божьего наказания. Насколько все же таки Божья милость выше Божьего наказания? До тысячи родов. И третий-четвертый род. Вот это я вижу. Ну как человек, изучающий Библию. Или меня это подкупает, меня это радует, что Божья любовь, Божье милосердие, ну практически в тысячу почти раз, а там наказано до тысячи родов, значит больше, нежели принципы справедливости или закона причинно-следственной связи даже. Вот так можно сказать. Вы знаете, если брать сегодня современное общество, я просто наблюдаю в интернете, в социальных сетях, вот слово «карма» очень популярно. И когда кто-то что-то делает хорошее кому-то, тот в шутку говорит, ну там, плюс один, плюс пять тебе в карму. Или если кто-то поступает неправильно, то люди обсуждают это и говорят, но зачем он себе портит карму? Вот пример есть такой в Библии, Иаков. Помните, когда он обманул своего там слепого отца, воспользовался его слепотой, получает первородство, убегает потом от гнева своего брата, и вроде бы он все получил. Но как бы вот эта так называемая карма, она догоняет его, потому что потом он, будучи опененным, ослепленным, условно говоря, он берет в жены не ту, которую любил, а берет ее старшую дочь, она там, судя по всему, была очень некрасива, он был в шоке. Получается, что вот эта причинно-следственная связь, да, пусть работает ваше определение, но в жизни человека существует. Нельзя, делая злое, избежать затем наказания в этой жизни. Так? Это естественно. Можно такой простой пример привести. Человек злоупотреблял алкоголем долгие годы. И однажды в лютую зимнюю стужу он чрезмерно, в очередной раз, утро употребив вот эту дозу алкоголя, оказался в снегу. Его никто не подобрал. И он отморозил себе конечности. Руки ног. Ему их ампутировали. И вот находясь на больничной койке, он взывает к Богу и говорит, Господи, прости меня, что я шел своей дорогой, а не твоим путем, который ты определил, о котором я и до конца-то еще и не знал. Вот теперь я вижу путь, который ты мне показываешь. Та, я теперь без рук, без ног. Вырастут ли у него после этого руки и ноги? Нет, не вырастут. Это последствия. Это последствия. Так вот, это закон причинно-следственной связи, который работает в обычной жизни посрединенной, он работает в обществе, он работает с поколения в поколение и будет работать. Ну, вот еще один пример мне вспоминается, именно из Библии. Это царь Давид, который согрешил, который взял в жены Версавию, которая была замужем за военачальника, ему подставил этого военачальника, он погиб. И Господь, когда выносит свой приговор, он говорит Давиду, «Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии Хитиянина, чтобы она была тебе женой, Давид». То есть Бог прощает ему грех, он говорит, «Я грех тебе этот прощаю». Но последствия этого, умирает его сын за этот грех, то есть последствия греха, они остаются, и мы видим, вот опять же, я назову это слово карма, то есть над его родом фактически завис этот меч. И мы знаем из истории царств, что в каждом его поколении происходило какое-то кровопролитное событие. То есть меч от дома Давида не отошел. То есть дети его, когда уже рождались, они же ни в чем не были повинны. Они несли на себе бремя поступков своего прародителя Давида. Так? Интересный пример. Да. И не до конца я согласен с такой вот трактовкой, такой интерпретацией вот этого эпизода из жизни Давида. Если рассматривать второго сына, который родился от Версавии, это же был Соломон. Да. Самый благословенный царь и самый мудрый человек, который когда-либо жил на земле. Интересная история получается. Значит, вот вы говорите о карме. Да. Я скажу о законе причинно-следственной связи. Да, этот закон с ним остался. На месте с тем, Бог проявляет величайшую милость, невзирая на этот закон причинно-следственной связи, над Давидом и домом Давидовым. Именно по линии Давида рождается Христос, обетованный Мессия, Сын Божий. И именно через колено Давида, племя Давида, происходит освобождение человеческого рода. Ну, Христос практически и пришел для того, чтобы вот от этой кармы, от этого грехопадения, которое произошло в Эдемском саду, освободить человечество. Но до него, опять же, вы вспомнили Соломона, его сын, да, при его сыне уже происходит разделение государства на два, иудейское и израильское. Меч от дома Давидова не отошел, да. Еще приведу вам такой пример апостол Павел. Ведь апостол Павел тоже открыл себе вот этот закон. Он, помните, говорит, что я нахожу в себе некий закон, что я хочу умом своим делать доброе, а делаю-то я злое. И он дальше восклицает, горе мне, кто меня избавит от всего... Бедный я человек. Бедный я человек, да, кто меня избавит от всего тела смерти. То есть он осознал, что над ним давлеет закон греха. То есть мы подходим к тому, что фактически, то, что люди в миру называют кармой, это закон греха, который действует в их теле и который мешает им быть счастливыми. Потому что фактически мы сами себя разрушаем своими поступками, своей наследственностью, вот какой-то запрограммированностью, о которой говорят психологи. Разве не так? Ну, вернемся к Соломону и его сыну Равааму. Именно его сын Раваам, его немудрое, неразумное правление привело к разделению царства израильского на два царства, да? На иудейско-израильско, на 10,2 колена. Да, но это выбор Раваама, но не Соломона и не Давида. Раваам, будучи немудрым правителем, который прислушался голосу своих сверстников, нежели престарелым людям, старейшинам, которые знали Давида, которые могли советовать ему, будучи молодым человеком, как управлять царством, он все это проигнорировал. Это его выбор. И выбор не правильный. Я понимаю, что у человека есть выбор, но согласитесь, над ним давляют гены, над ним может давлить наследственность. Я приведу такой пример. Я наблюдаю в жизни очень многих своих знакомых такой интересный факт, что если, например, дочка выросла в семье неполной, где только была мать, то есть она видела пример развода, то очень высокая вероятность того, что дочь повторит судьбу своей матери. То есть существует какая-то психологическая колья. То есть не случайно вот эти объявления весят, пытаются, что как-то решить проблемы с браком, люди одиноки. То есть люди ощущают, что они никак не могут вырваться вот из какого-то круга, в который они попали. Они хотят из него вырваться, но не могут. И человек говорит, ну это карма. А я с вами здесь в корне не соглашусь. По той простой причине, что это выбор человека пути жизни. Сам человек выбирает путь жизни. Сам человек выбирает себе невесту. Сама девица выбирает себе мужа или сначала жениха. И сама делает выбор. Если она сделала неправильный выбор, потом здесь много моментов, которые абсолютно не связаны с законом причинно-следственной связи. Абсолютно не связаны. А жизнь конкретного человека. И он эту жизнь строит не по принципам, не по канонам жизни, а по канонам разрушения. И не созидания, а развала. И это право. Как Соломон написал, самый мудрый царь. Мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит своими руками. Что-то тут карма. Как тогда вот... Человек может самостоятельно справиться вот с этим законом греха, который Павел себе открыл? Самостоятельно справиться он не сможет. В силу того, что грех, как кто-то из богословов сказал, синтетическое единство трансцендентной апперсенсии... Это очень сложно. ...настолько глубоко проник в естество и природу человека, что человек сам избавиться от него не сможет никогда. Это ясно. Так об этом я хочу сказать, что это сидит в человеке, в нас заложено это все. Мы не можем от этого сами избавиться. Так есть источник, который поможет избавиться. И этим источником нужно воспользоваться. Если я, например, не знаю дорогу в Рим, как проехать туда, то у меня есть путеводитель. А сегодня, пожалуйста, можно поставить и другой путеводитель на панель автомобиля. Нажать кнопку и поехал. И дорога будет указана. Как проехать? В нашем случае... В нашем случае есть путеводитель. Это Библия. И что он конкретно говорит? Кто может освободить человека от действий вот этих вот кармических сил? Иисус Иисус, Господь славы. В 15 главе Ивангелия Иоанна прямо сказал. Я есмь истинно виноградная лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, приносит много плода. Всякую ветвь, приносящую плод, очищает, а не приносящую отсекает. Ну вот смотрите, Теософ любит приводить пример с камнем, брошенным в воду. То есть камень попал в воду, уже опустился на дно, а волны, которые возникли в результате вот этого падения камня, они идут еще очень долго, их никто не может остановить. Что фактически, если человек совершил какой-то поступок неправильный в жизни, вот эти волны будут всю его жизнь идти, вдоль его жизни, или же все-таки Христос может эти волны остановить своей силой? Для того ты явился Христос, чтобы разрушить дела дьявола. И Иоаннгелия Иоанна об этом прямо сказано. Для этого Христос разрушил, пришел в этот мир, чтобы разрушить дела дьявола. И в 8 главе Иоаннгелия Иоанна Иоанн говорит ложь, Он говорит свое. Так вот, я полагаю и считаю так, что определение кармы вот в таком ракурсе, как это безысходность, колея, рутина, да, из которой выбраться невозможно, это неправильное представление. Христос все это убирает своей силой, если человек выбирает его, Господин, в своей жизни. То есть он может сделать так, что прошлое больше не определяет мое настоящее и мою будущее в жизни. Он обсекает в прошлом. Абсолютно верно. Оно будет аннулировано. Потому что даже еще в Ветхозаветине пророк говорит, грехов и беззаконий ваши я не вспомину более. Если вы придете ко мне, всем сердцем, всей душой и ко мне прилепитесь. А Давид в одном из своих псалмов говорит, отдай сердце мое, твое мне, глаза твои, да наблюдают пути мои. Вот когда человек отдает сердце Христу, Богу, тогда его глаза видят Божьи пути. И идя этим Божьим путем, человек не подпадает ни под какую карму. Он свободен. Спасибо, Италий Семенович, за такое прекрасное, доброе завершение программы. Мы сегодня размышляли о том, существует ли карма и как Господь может освободить человека от его прошлых ошибок. Всего доброго. утро, это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телепрограмма «Лицом к лицу». Редактор субтитров А.Семкин